Очередь грузовиков перед пограничным пунктом Паттерники растянулась почти на 10 километров. Сейчас это единственный действующий погранпереход на латвийско-белорусской границе. Скорость движения очереди, как говорят дальнобойщики, примерно около 1 километра в сутки. За двое суток проехали полтора километра. Условия, ну, туалет, мусорка есть, где-то через километр они стоят, больше никаких условий нет. Местные жители так развозят, пищу продают, воду, сахар. Товары первого потребления, которые... Больше никаких условий тут нет. Ни магазинов, ни кафе. Ни магазинов, ни кафе, ничего. Сергей стоит ближе к концу калейки, так водители фур называют очередь, где-то за 5 километров до границы. Говорит, что ждать еще около 4-5 суток. Время зря не теряет. Вместе с напарником проверяют документы у водителей, объезжающих калейку грузовиков. По словам дальнобойщика, некоторые обманывают. Говорят, что везут в скоропорт, скоропортящиеся продукты, а сами просто не хотят стоять в долгой очереди. Для скоропорта она отдельная и короче. Я каждый месяц еду. Мы ехали через Силене. Там, ну, за 15 часов можно было пройти границу, как стал в калейке. А тут уже я стою 44 часа с скоропортом. Рыба свежая из Норвегии. По словам Яниса, для везущих скоропортящиеся товары время ожидания в очереди, с момента, когда на латвийско-белорусской границе остался работать лишь один погранпереход, тоже увеличилось. Это подтверждает и водитель из Молдавии, который стоит в калейке уже двое суток. В скоропорт все, вот, 50 машин. Едем на Казахстан, а солярки нет уже. Как думаете, сколько еще ждать? Не знаем, как даст Бог. Ну, еще сутки там или меньше. Может, больше еще, чтобы не было больше, а сутки еще терпимо. Начальник смены пограничников на пропускном пункте Паттерники подтверждает, что после закрытия погранперехода в Силене машин здесь стало больше. Очереди немного выросли, но они были постоянно, потому что сейчас дополнительно происходит контроль санкционных товаров. В связи с этим время процедуры проверки тоже увеличилось. По словам пограничника, увеличение потока легковушек никак не отразилось на пропускной способности погранперехода. Досмотр и проверка документов проходит быстро, и очередей из легковых автомобилей нет. Что касается грузовых машин...